Йога, пилатес, стрейчинг, аэробика, колонетика, упражнения на тренажёрах – всё это виды фитнеса. Направлений много. Любой, кто хочет вести здоровый образ жизни, может найти себе подходящее. В основном фитнесом занимаются не для того, чтобы поставить рекорды, а чтобы поддерживать в тонусе своё тело. Начинать заниматься лучше всего с тренером. Конечно, я знаю больше, чем, к примеру, человек, который, не зная, пришёл и где-то начитался, и посмотрел в видеоблоге. Вопрос времени. Да, в любом случае он придёт к той программе, к которой она будет подходить. Да, но если вам дорогое время, то я бы взял тренера. Главное в занятиях фитнесом – это желание. В любом случае начинать новички будут с маленьких нагрузок, постепенно их увеличивая. Внимательный тренер всегда обращает внимание на ощущения спортсмена, его прогресс. И возраст в этом деле не помеха. У меня есть и девчонки, которым ей 72 и 76 лет приходят. Да, и в принципе очень хорошо тренируются, очень режимно тренируются. Одни из самых режимных моих клиентов. Вот, и в принципе делают абсолютно всё. От приседаний, от выпадов на смитах. Ну, это всё в комфортном состоянии, да, то и так, чтобы им было комфортно. Это не так много в тоннаже получается, это две-три тренировки, но это постоянно, и там час-час двадцать времени в день. Я, в принципе, считаю, что может выделить себе каждый. Занятия фитнесом заряжают энергией, стабилизируют работу нервной системы, могут предотвратить депрессию, помогают управлять эмоциями, улучшают сон. Всего полтора часа в день, и вы в прекрасной форме и отличном настроении. Екатерина Пёнова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.